Кто последний уснет в бутылках булоснофона? Всем привет, мои зайчики! Сегодня я подготовил для вас очень необычный эксперимент. Сегодня мы будем биться сами с собой и проверять, насколько ты сильнее, чем ты думаешь. Это не какие-то игровые постановочные ролики, это серьезная история, которая может длиться 12 часов, 30 часов или 70 часов. Пока неизвестно. Даже вы не знаете, что я приготовил. Уверен, им будет так тяжело. Давайте знакомиться с участниками! Всем привет, меня зовут Андрей, 23 года, я из Нижнего Новгорода. Всем привет, меня зовут Оля, мне 19 лет, я из города Томск. Всем привет, меня зовут Лена, я сейчас живу в Москве, я танцор и проект менеджер. Евгений, 24 года, Красноярск. Сам живу сейчас в Краснодаре. Приехал за эмоциями, ну и поучаствовать хотелось бы. В последнее время я танцевала в мужском клубе. Сюда приехала с новыми эмоциями. Вообще мне эту заявку скинула подруга, я по фану скинула. И только когда я сюда прилетела, я поняла, кому я прилетела и что я натворила. Прежде чем я скажу, в чем суть испытания, которое вас сейчас ждет, вам необходимо на скорость, максимально быстро выпить по бутылке воды. Я выдаю вам бутылки, вы их открываете и начинаете пить. Проливать нельзя. Оп, первый. Вторая. Как на вкус? Приятная такая. Кто последний уснет, получит 50 тысяч рублей. В бутылках было снотворное. Я не спал уже 12 часов и думаю, продержусь еще больше. Сначала я с Нижнего Новгорода сел ночью на поезд, потом с Москвы я на такси поехал до аэропорта и сюда прилетел. В общем, спал, наверное, в сумме 3-4 часа. За сутки? За последние 24 часа я спала 6 часов. Я хочу бороться, мне кажется, организм мне мой поможет, тем более я в последнее время спала много, я буду себя щипать, бить. То есть у меня, да, плюс я еще и ходу, и путевосложение, поэтому шансы тут еще меньше становятся. Не знаю, из-за того, что не знаю, как действует снотворное, даже не знаю, сколько еще часов вывезу на самом деле. Ну, думаю, буду до последнего прям. Стараться как-то сама с собой разговаривать, чтобы не уснуть. Мне кажется, что у меня есть большие шансы на победу. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы начинаем наш эксперимент. Время прямо сейчас пошло. Вы только что выпили очень много снотворного. Посмотрим, как оно на вас повлияет. Нельзя гулять, ходить, бегать. Ваша территория – это ваш матрас. Ваш мистер матрас. Мистер матрас. Ну, и иногда я буду давать вам различные задания. Как игра внутри игры. Итак, мы начинаем. Самое главное правило. Нельзя закрывать глаза больше, чем на 5 секунд. Закрыл – проиграл. Субтитры сделал DimaTorzok Сэр была в такси. Мужик, девка, мандарины какую-то фигню подсыпал. Он целый, целый. Да? Блядь, его могли уколоть. Мы так делали, когда мы в клуб ходили. Туда своим нельзя было с алкоголем. Мы мандаринки через шприц алкоголем напаивали. Поэтому посмотри. Мне кажется, не будет чувствоваться снотворно, если мандаринки будут. Вам же лучше. Как тебе пришла такая гениальная мысль, есть на камеру и зарабатывать на этом? Пошел он, блядь, это как там, на завод. На заводе какие-то вообще зарплаты были маленькие. Я пошел в такси. У меня там друг встал, потому что мне зашибись получать денег. И потом что-то в один прекрасный день снял видос в TikTok с перекусом. Говорю, перекус, это таксиста. Он мне набрал сколько? Лямов два в TikTok. И он начал снимать за два месяца миллион подписчиков. Да он сейчас в сумме раз-три прямо. А вообще, как я придумал, что дует снимать? Увидел мужика, ему, наверное, лет сорок. И он говорит, в прошлом мое видео, блядей, ел суп, набрало полмиллиона просмотров. А тут мне челюсть отвисла. Я пошел, блядь, в холодильник, взял еду, снял тоже. Прихожу, а у меня вечером там тысяч пятьдесят просмотров. Я такой не понял. И начал снимать. Так равно не поздно мы все уйдем отсюда. Ну, завтра себе квартиру наденем. Снимешку может быть. Снимешку может быть. И так, прошло четыре часа. И? Самое время открыть тумбочки и выпить термоядерное пойло. Это что за самогон-то? Моча, у него моча. Да у тебя тоже. У меня тоже? Блядь, ты у всех. Это тут пожестче, походу, намного. У меня еще осадочки есть. Что здесь такое? Только, пожалуйста, не будешь, чтобы все саля. О, я тогда сразу же выпью, ребят. Пахнет компотом? Это ужасно пахнет. Это не компотом пахнет. Мне кажется, немножко сладенький пахнет. Знаешь, что с поля? Что это, прямо сейчас выпить надо? Это снотворный еще. Просто с чем-то очень вкусно у него размешали. У нас салик снизу. С каким-то дешевым компотом, наверное. Это не компот. Пачок, ну ребят. Я понял. Ромашка, вы чай? Еще плюс к тому со снотворным. Первая вода была намного ужаснее. Там прям чувствовались таблетки и горечь. А тут хотя бы какая-то трава чувствуется. Можно в туалет пойти? Ой, как так? Я как дебил. Все, быстрее. Давай с подлаза. Блядь, а ему труднее, кстати. Мне так тяжело устоять. Мы постоим. Они сейчас сядут. А вторая? Не, она значит, что я встанет и вот так будет снимать. Мама скажет, что я идиотка. Подними камеру, а сейчас, что я выполню. Давай, стоим. Ты хочешь так? Я хочешь схожу. Ты же все. Блин, мне прыщи, бессилеты. Блин, планы цели. Что, я в целлюфапы играю на щелбаны? На щелбаны? Раз, два, три. Ты первый ножницы. Блядь, у меня камень показываешь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Первые ножницы. Это уже, блядь, все. Все, все, все. Давай играем. Да не дергайся. Давай, давай, давай. Знаешь, что тебе говорят? Давай, давай. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Какая ты тварь. Вы глаза, вы глаза вот так у меня закроете? Как дощуритесь, да? Не, ну так вот, блядь. Спивай спумен. Вот это мне сейчас дало. Да, блин, я не больно, ставлю мне больно. Все, я не буду больше играть, у меня сейчас голова сломается. Все, я проснулась, спасибо. Сейчас мне в комментариях напишут, садист, абьюзер, блядь. Да. Я тоже об этом уже подумала, что... Ти пиздец. У меня реально шишка выходит. Блин, да, у тебя прям шишка. Я знаю, я чувствую. Ребята, минута внимания. Очень важная информация, как всегда, если я в кадре, не может быть не важной информации. Речь пойдет о матрасах. Весь этот эксперимент был придуман мистером Матрасом. Со своей перчинкой и точно, безумно строгий и настоящий эксперимент. Но это не обычные матрасы. Это матрасы, на которых ты ложишься и засыпаешь в первую секунду. Ребят, это матрас, у которого есть канал на ютубе, на которые я вас дико подружески прошу подписаться. Потому что вообще скажите мне, кто-нибудь из вас когда-нибудь был подписан на матрас? А жаль. Это мой очень хороший друг. Не просто я снимаюсь на этом канале. Вам советую зайти и посмотреть. Мистер Матрас даже был в космосе. Алло. Ребят, поэтому две просьбы. Если сейчас ты в очень сложной жизненной ситуации и выбираешь матрас, тебе к мистер Матрасу ссылка в описании. Если ты хочешь интереснейший контент, в котором участвует мистер Матрас, и я тоже, тебе по ссылке в описании. Ребят, так замерли. Я хочу, чтобы вы перешли по ссылке в описании и подписались на мистер Матрас. Сейчас. А по промокоду ГАБАР вы получите скидку 10% на всю продукцию мистера Матраса. Переходите в описание. Ребята, в этом моменте видео у меня не должно было тут быть. Но случился самый настоящий форс-мажор. Прямо сейчас наших участников ожидает новое испытание. Они должны съесть бургер, огромный, сочный, за один час. Но вы не поверите, весь материал с этого слива исчез. А знаете почему? Потому что вот он уснул. Запомнили? Это Петя. Его инстаграм я укажу. Но суть-то не в этом. Суть совершенно в другом. Одна из участниц придумывала, что там кузнечики страшно сухо. Блядь, это бургеры по 700 рубасов отличные. Но ужасно другое. Девочка, которая приехала издалека, чтобы бороться сама с собой, отказалась его есть. Даже пропала ее финальная речь. Она просто отказалась есть котлету. Кушай. Если мы говорим про битву с самим собой, то это была не она. Она покинула наше шоу. Котлета была отвратительная. Это просто жесть. Вы как будто специально попросили туда соуса не класть. Мне кажется, котлета даже не до конца мясная. Она как будто полусоевая была. Сыр, да. Ему лет сто как будто. Возможно, это просто просрочка была. Внимание, в следующий час разговаривать нельзя. Час молчания. Перед этим можно сходить в туалет. Спасибо, что хотят, да? Что, ребята, ультур туалета. Это унитаз. А это я. Не только в туалет я с камерой не ходила. Короче, мы слили одну девочку. Точнее, она сама слилась. В общем, девчонка слилась. Не смогла съесть бургер. Я тоже почти не смогла. Смогла. Только будешь. Я просто начинаю нести потихонечку ахинею. Причем я сама не понимаю уже, что я говорю. Я боюсь то, что я случайно что-нибудь скажу. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Торпеть еще чуть-чуть, потому что ты уже, грубо говоря, не спишь 300 часов. И вот этот маленький промежуток времени поспать полтора минуты и проиграть, это того не стоит, я считаю. Субтитры создавал DimaTorzok Новый год уже вот здесь. Все подарки куплены, все приготовления совершены и все квартиры наполнены запахом мандаринов и дешевого коньяка. Ребят, но я хочу сейчас сказать про Gabar Shop. Это важно. Впереди много новых праздников. Рождество, 23 февраля, 8 марта. На 1 апреля, блядь, очень часто все дарим друг другу подарки. И что же подарить, ребят? Офигенный мерк. Ребята, у нас уже вышли штаны. У нас сумасшедшие комбинезоны. Офигенные майки. Залетайте и покупайте. 15% на все шмотки и на настольную игру по промокоду АПРЕЛЬ. Итак, следующее самое легкое задание. Это правда. В ближайший час вы должны находиться в лежачей позиции. В позе лежа, я имею ввиду. Не отрывая голову от подушки. Не нужно искать какие-то тайные смыслы, сигналы и так далее. Я делаю все, чтобы один из вас вырубил. Вырубил. Продолжение следует... Как? Спалось. Сколько спалось? Больше минуты. Больше минуты? Сильно? Да. А когда отбил глаза, было ощущение, что вон просто придет. Да? Ну что, обиду я за себя чувствую большое. То, что не справился с испытанием и заснул все-таки. Пришел я сюда, чтобы узнать, что на самом деле означает игры Габара. Я думал, что будет все легко, быстро выиграть и так далее. Но это затянулось почти на сутки. Вот. Сначала эмоции были положительные, такие веселые, радостные. А потом, когда уже началось вот эта тревога, переживание того, что сейчас ты уснешь, там не выполнишь задания. Уже эмоции стали уже другими. Совершенно. Вот. В принципе, участием я очень доволен. То, что проиграл, это обидно. Мне кажется, не было никакого снотворного, но это мое мнение. Не было снотворного. А во второй бутылке было самое слабое травяное снотворное. Без побочных эффектов, потому что хрен знает, кто чем болеет и так далее. Важный момент. В наших сериях участники никогда не знают, что их ждет. Будут ли они стоять на холоде в горах, будут ли они в море стоять ледяном по колено, будут ли их жарить, да что угодно. Они просто знают, что они едут ко мне. Половина из них хочет сожрать жуков, вторая хочет испытать себя, даже не зная как. Поэтому ребята не знали, что им придется не спать. Ты уснул через 15 часов, до этого ты не спал 17 часов, 32 часа бодрствования. Шикарный результат. Ты большой молодец. В общем, когда ехал, был изначально на победу настроен, даже не знаю вообще, что будет. Я только там единичные какие-то случаи посмотрел, где были выпуски, где там пацан пацану яйца там лижет, ну и всякое такое. Это мы обожаем. То есть ты ехал с надеждой, но не получилось. С надеждой, что не будет такого. Приехал, а тут не лижут. Был изначально на победу настроен. Ну вот сейчас под конец уже тоже сам еле как на последних силенках вывозил. Лежать очень тяжело. Да, лежать и не заснуть, вот это вот прям очень тяжело. Так ты встаешь, что-то двигаешься, еще что-то делаешь. У вас был вариант разговаривать или сил уже нету разговаривать? Да, неохота уже разговаривать, да. Уже все устали, уже оба победить хотят. И так, чтобы быстрее уснули. Я, конечно, посмотрел бы, что бы было с людьми, если бы они выпили феминизипана или вальдоксана. Посмотрел бы, что бы происходило с ними здесь. Потому что это то, что слонов убивает. Но слишком много противопоказаний. И такие вещи нельзя экспериментировать, по крайней мере на ютубе. Так что, ребят, если ютуб закроют, мы снимем охренительный выпуск для рутюба. Я хочу поздравить тебя. Я понимаю, что это огромный отрезок времени, который мы не спали с учетом дороги и с учетом снотворного. Поэтому абсолютно заслуженные. 50 тысяч рублей твои. За 13 часов работы это отлично. Поздравляю, достойная победа. И это все запечатлено камерами. Все справедливо, все честно. Ты красавчик. Хочу поздравить всех своих друзей в Сочи. А самое главное, всех своих близких и знакомых с Красноярска. Маркелову отдельный привет. Все Маркелова знают. Ёлки-палки. Ребят, всех с Новым годом. Следующая серия будет финал игры в Кальмара. Поэтому подождите немного. А в наступающем Новом году я желаю, чтобы у вас все было, дорогие мои. Заебись. Пока. А, стоп. Подписаться обязательно. Огромное количество людей смотрит, но вы не подписывайтесь в Инстаграм. Я не в смысле то, что ною. Я говорю, что это, блядь, дизреспект. Мы снимаем все больше и мощнее. И мне нужна прямая поддержка. Прямая поддержка на сторисах, на прямых эфирах, где вы смотрите, где вы советуете новые форматы и так далее. Это нормальный коннект с вами. Поэтому, ребят, я безумно прошу вас перейти по ссылкам в описании и подписаться на мой Инстаграм и на мой Телеграм. Я вас всех жду. Вы не пожалеете. С Новым годом!